ТАО, ПУТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ Книга 10 Обращение Творения Обращение Творения задействовано на Земле и в космосе с 1 по 25 измерения, с которыми она связана. Обращение Творения происходит, как правило, когда какое-нибудь творение, удерживающее беззаконные души хочет возноситься домой. В период обращения всей души проходит оценку, позволяющую определить, подходят ли они для вознесения, или же для задержания, чтобы далее изучать уроки, которые оказались не в состоянии усвоить в течение своего долгого времени воплощения. Подобное обращение очистит Землю от всех стоявших в управлении над ней и вашим космосом беззаконных душ, позволяя тем, кто основан на единстве и внутренне мягок, великодушен, спокоен по природе, увидеть грядущее восхождение. Период обращения также известен как период очищения. Период очищения уже начался, и учтет все родословные в каждом виде, что были использованы беззаконными душами, и будут удалены из каждой будущей инкарнирующей формы. На полнейшую реализацию периода очищения как ожидается уйдет 200 лет, после чего окончательно исчезнут какие бы то ни было беззаконные родословные или души, до сих пор пребывавшие на Земле. Чтобы человеческий вид остался существовать после грядущего времени очищения, люди должны положить конец использованию себя темными и беззаконными душами. Следовательно, процесс вознесения человечества предусматривает высвобождение всей кармы и стереотипов, которые служат исходной причиной разрушительных реалий в рамках человеческой драмы. Что в точности есть беззаконие? Законами творения считаются те руководящие принципы, что сформулированы и удерживаются в соответствии с определенными соглашениями, которые вызывают единство, гармонию, радость, любовь и мир становиться фундаментом всех проявленных отношений. Люди большей частью основаны на отсутствии единства, разобщенности или соперничестве, находятся в большом диссонансе из-за электронных приспособлений, которыми окружает себя, пребывает в иллюзиях, в большой боли, страданиях, болезнях, скуке и дискомфорте, а также в мелкой или крупномасштабных войнах друг с другом. В большей или меньшей степени люди это физическое отображение стоявших в господстве над вашим творением беззаконных душ, обладающие властью и силой в человеческой форме, а также те, кто стоит на руководящих постах, сохраняют их энергию через бессознательно жестокую злоупотребляющую тактику, которая подчиняет других в угоду сохранения их лидерства. Чтобы человеческая форма стала приемлемой для воплощения души из цели Вознесения, люди должны изменить саму ткань формы, и природу своего поведения вместе с отношениями друг к другу, и ко всем существующим видам. Вот для чего происходит Вознесение во взрослой форме, позволит человеческому сознанию развиваться к большему единству, миру, состраданию и любви по отношению ко всем другим видам на Земле. Период обращения позволит остаться в будущем только тем родословным, которые способны перейти к единству, любви, состраданию и миру. Все и другие родословные пройдут очистку через смерть и избирательное вымирание, что в итоге приведет к рождению человеческих детей, которые миролюбивы по природе и внутренне законны в своем пространстве. Период очищения не произойдет моментально, а явится скорее столетним процессом, в котором все люди с непредрасположенными к полной гармонии и миру родословными будут постепенно выведены из будущих человеческих рождений, поскольку вся карма для этого будет высвобождена. В данное время, для любого человека имеется выбор из 144 тысяч возможных родословных, что касается формирования тела в утробе. Уже 72 тысячи из этих родословных постепенно выведены из существования, ибо они считаются слишком разрушительными и вредоносными по природе, чтобы продолжать использоваться далее. Данные родословные непосредственно связаны с аннануками и созданные ими расы рабов, а также удерживают произошедшую в плеядах ДНК, которая радиоактивная и электрическая по природе. Каждый имел возможность прочитать об истории эпохи аннанук в предшествующих трансляциях Великого Центрального Солнца, где данная информация уже исследовалась определенным образом.